Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки и рыболовного ловли на канале Северфокс. Сегодня я хотел бы открыть новую рубрику так называемого охота. Ну, прежде всего, с чего начинается охота? Для меня охота началась, ну, конечно, не как бы хотелось, как у всех, наверное, городских людей, сам я из поселка сельского типа Калужского власти. Началась она у меня, когда меня с малых лет отец возил вместе с собой на охоту. Это первая охота, это была утка, загонная охота, вот присутствовала, я все это наблюдал. Когда я вырос, уже более взрослым стал, возмущал, так сказать, меня отец взял, привел в общество охотников-рыболовов. Там я познакомился с замечательным человеком, Фильмом Сергеем Николаевичем, вот. И далее я уже непосредственно начал официально свою охотническую деятельность. Ну, и прежде всего, начнем, наверное, пошагово. С чего это начинается? Когда вы приходите в общество, вам необходимо при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации, и вам должно быть не менее 18 лет для получения охотничьего билета. Также вам необходимо иметь при себе две фотографии формата 3х4 на глянцевой бумаге, вот. Далее вы сдаете охот-минимум, платите членские взносы. Членские взносы, кстати говоря, в этом клубе самые бюджетные из всех, которые по московской области я видел. В год я плачу уже на протяжении 13 лет я с этого в том числе. В год я плачу 2000 для отправления охотничьего билета. Охотничий билет выглядит примерно вот так. Ну, красный. Далее вы сдаете охотничий минимум, вам вручают вот такой билет, вот. В котором будут отметки о прохождении сборов и о выплатах членских взносов. Вот. Взносы членские это 2000 рублей в год получается. Это очень и очень дешево, потому что к нам приезжали в клуб люди со всей московской области, которые не могли найти более дешевых мест. Ну, это довольно-таки здорово. На самом деле спасибо вот этому обществу. Далее. Если вы уже в дальнейшем собираетесь предрестать, соответственно, оружие для введения охоты, то есть это официально все, это гонкостонное оружие на ближайшие 5 лет, если вы себя нормально будете, ну, нигде не попадаться, ни за какие права нарушения, соответственно, вы можете через 5 лет поддать заявление на рассмотрение заявку, чтобы вам, вы могли купить уже нарезное оружие. Нарезное оружие это совершенно другая тема, более серьезная, вот, нежели гонкостонное. У меня официально зарегистрировано гонкостонное оружие ТОС-34Е. Вот. Старое, ну, я его в дальнейшем видео, которое, если вы будете заинтересовываться, смотреть уже, я его покажу, сделаю мини-обзорчик по этому оружию, расскажу про него, покажу. Далее. Сдавите охот-миниум, получаете такой билет. Далее у вас идет испытательный срок, а испытательный срок длится около года в нашем обществе, то есть по истечению этого срока вы приходите, вам дается бланк на заполнение для приобретения гонкостонного оружия. Далее с этим бланком собираете документы, кстати, я тоже буду делать отдельное видео по сборке и так далее и тому подобное, как это сделать, как это лучше всего будет выглядеть. Соответственно, официально все это сделать, да, облегчить вам немного жизнь в этом плане. Какие документы необходимы для этого. Далее вы едете, сдаете все эти документы вместе с внутренним делом, разрешительной системой. У нас он находится в поселке Заре, по нашему, по Балашихинскому району. Далее вам выдается бланки на приобретение. Вы идете в охотничий магазин, это будет действительно лицензия на приобретение оружия в течение трех, по-моему, месяцев. Вот, вы должны приобрести оружие, соответственно. И уже с этим оружием едете со всеми оставшимися документами, разрешительную систему. Там вам выдают вот такую вот лицензию. Она синенького цвета, такого голубого. Я ее заламинировал, потому что, когда на охоту ездишь, чтобы не промокало, мало ли что, пламудренно на грудном кармане ночишь. Вот. И дальше, когда вы уже получите непосредственное оружие, благосторное, или нарезное, ну да, не дальнейшем, вам выдается вот такой второй билет. Зеленый. Он необходим для предъявления егерям на тех местах, где вы будете уже охотиться. Вот, то есть, у меня основной билет по члену общества. Далее, зелененький вот такой билет. Я, правда, не знаю, зачем его выдавить, но необходимый. Вот. И лицензию. Обязательно лицензию наружу. Ну, соответственно, и путевку, и лицензию в том подрате, где вы охотите, занимаетесь этой деятельностью. В нашем обществе, и русском городском обществе, вы можете также договориться. Вот. Ездят ребята, ездят и в Твери ездят, в Тверскую область ездят, во Владимирскую область ездят. Есть свои угодья. Можешь договориться съездить походцам на того или иного зверя, но ту, ну, дичь. В принципе, вот. Все, что я хотел вам рассказать. Вот. Про охот-миниум, как вступить в общество, что для этого надо. Все, в принципе, очень просто. Ссылка под видео на общество. Риловское городское. Ухст-оходников-рабалов. Можете зайти, посмотреть, кого заинтересовало. В принципе, все. Пока-пока. Надеюсь, это было видео полезным для вас.